Продолжение следует... 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 Я думаю, это поправимо. Это больший пумысл. У него у самого есть гениальный, грандиозный, замечательный проект, на который я должен сказать, меня-то он уже звал. И я у него уже был на этом проекте. Вот теперь, в известном смысле, мы хотим, чтобы он тоже был. Поэтому вся наша компания, которая перед вами, вместе с Юлией Бельбинской, которую, конечно, мы делаем здесь главного в Крыму, мы тоже давно знаем ее, и человек нам хорошо известный, неприятный и профессиональный. Так что мы надеемся, что с вашей и с Божьей помощью мы в конечном итоге сделаем из этого пока вполне скромного себе проекта, сделаем настоящее зеркало того, в которое вы сами будете смотреться. Ну и москвичи поглядывать будут на это дело. Спасибо. Слово Илье Петиседову, исполнительный директор фонда «Разуминка». Ура! Ну, для начала я, видимо, должен извиниться за все эти нелепые телодвижения, которые вначале тут осуществляло. Просто дело в том, что я сегодня уже, к сожалению, огромным от вас улетаю. Вот я по принципу фигра тут, фигра там. И мне к моменту, когда я сядю в самолет, нужно, чтобы все мои девайсы были заряжены, потому что там дальше мне еще полночь лететь и так далее работать. Вот. Что мне нравится в людях великих и масштабных, таких как Мамутов Владимир Константинович, что они в состоянии постфактум привнести целесообразность в любой набор спонтанных и случайных событий действий. Я не сядю просто философа, потому что можно говорить разным стилем. Да, вот. То есть, помните, у Мольера есть прекрасные слова, господин Журданов не знал, что он разговаривает прозой. Вот точно так же, когда я... Я только сейчас узнал, да? Чем ты занимаешься? Да, да. Когда я начинал делать проект «Зеркало Крыма», а я здесь вообще отвечаю, вот как помните, в советском мультфильме про тайну третьей планеты был такой механик зеленый, который говорил, нет, не полетит, значит, надо что-то прикрутить, опять вы корову наобор тащите. Вот это вот примерно моя роль в проекте «Зеркало Крыма», потому что здесь есть великий стратег «Мамонтов» и великий тактик «Вербицка». А я между ними хожу с масленкой и вот как бы все смазываю, чтобы все работало. Ну и вот, когда я начинал заниматься проектом «Зеркало Крыма», я, конечно, не знал, что мы там делаем историю или мы там создаем какую-то платформу для соворажения гримской интеллигенции. Тогда все произойдет очень быстро. Вот, я имею в виду те события. И, конечно, все люди, кому это было небезразлично, а я могу сказать, что мне это, естественно, небезразлично, причем по очень простой причине, потому что я с детства всегда отдыхаю в Крыму. Вот сколько я себя помню. Вот, знаете, в... Знаете, как там сейчас... Ну, вот говорят, скажи мне, чей Крым я скажу, кто ты? Да? Есть такая в Москве поговорка. Или там, например, тоже в Москве очень интересно, как можно на дискотеке определить реальный возраст барышни. Надо посмотреть на плече, есть у нее след от прививки манту или нет. Потому что с какого-то года, и профессиональные ловеласы знают, с какого, эти уколы перестали делать, и поэтому, если девушка говорит, что ей там 24, а у нее, значит, есть этот след, то явно ей там не меньше 29 точно. Ну так вот, точно так же, вот, у каждого... Я не скажу? Не скажу. У каждого человека моего поколения дома обязательно есть детская фотография, где он с попугаем на руке, значит, на... В Ялсинском парке. Под пластмассовой пальмой, да? Ну, не чуть-чуть, под натурами. А, да, да. Или в каком-нибудь, значит, гусарской шершавке, это, значит, в карете. Но это есть, понимаете? Это есть у каждого, а вдруг оказалось, что сейчас уже есть люди, у которых этого нет, да? У них дети подросли, например. А у меня были. Вот. И я помню, там, я знаю с детства Судак, я знаю с детства Новый Свет, я знаю с детства Мисс Хор, я знаю... Черноморская я даже знаю. Вот. Что не каждый москвич чем может похвастаться. И... Да. Копчанин даже, да? Пальцовый. Вот. Ракушку там срезали в детстве. Вот. Поэтому, когда началась вся эта история, как мы с Сергеем говорили, в общем-то, так получилось, что, конечно, в Москве многих людей объявила мысль, а чем мы можем помочь, вот, исходя из того, что мы знаем и умеет. То есть, возможно, там... Кто-то, кто хорошо знает военное дело, сегодня, вот, каким-то образом подряд что-то изменить донецкое, да? Вот те люди, которые сейчас здесь, сидят за этим столом, так получилось, то, что их всех объединяет журналистика, да? Вот там... Вот там... Марк, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», там, у него... Когда мы начинали, была программа на радиостанции «Сити-ФМ», авторская, у меня авторская программа на радиостанции «Столицы-ФМ», у Шаргунова авторская программа на радиостанции... На нескольких радиостанциях, да. Вот. То есть, ну, как бы, мы это умеем делать, и мы стали это делать, благо, что вот у меня вот ящик встал, встал, а сегодня были какие-то наработки, как мне казалось, интересные. Да, уже, наверное, я, кстати, терпеть не могу презентацию, поэтому уже пора переключать слайд. Вот это вот, значит, как бы, то, что я сейчас рассказывал, это вот был, как бы, слайд, что вот Крым оказался в центре мировой повестки, как бы, став частью России, вернувшись, как бы. И, понимаете, штука-то какая, что, ну, вот, я вот хотя бы знаю те названия, о которых я говорил, а ведь в России, в Москве очень многие люди не представляют себе ничто такое Крым, никакого, никакие люди его населяют, никакие у них есть проблемы внутренние. И первая мысль, которая появилась у нас, что сделать некий сайт, который бы объединял, который, с одной стороны, мог бы рассказывать, ну, москвичам, в казочках, так, да, неравнодушным людям, что же, собственно, происходит в Крыму, какие, ну, как бы, какие здесь... Ведь, опять-таки, знаете, очень вредное такое мировоззрение туриста, да, то есть человек, который приезжает в новое место, он видит таксиста, он видит официанта, он видит кого-то еще, общается на пляже со своими родными, с теми же, кто приехал из там примерно, и он вообще не знает, что там в Крыму есть интеллектуальная жизнь, например, да, что в Крыму есть академическая жизнь, что в Крыму, что в Крыму есть своеобразная культура, вот. И об этом, обо всем можно и нужно говорить, то есть, вот, прямо-таки, первое, о чем я трепал и продолжаю трепать в Ирбинскую, давайте будем делать ликбез по Крыму. Да, это в планах. Нет, это в целом, мы говорим в Шаркене. Давайте будем делать ликбез по Крыму для, вот, для россиян. Да, Шаркен, с одной стороны. А с другой стороны, в России, в мире, в Москве, в Нью-Йорке, в Тривиле, где угодно, есть русскоговорящие люди, хорошие эксперты, аналитики, которым не безразлична судьба Крыма, которые готовы видеть это в широкое... Простите, простите. А, простите. Просто не надо, чуть подольше его... Да я вообще могу из микрофона говорить. Так вот, те, кто воспринимают сегодня Крым, в широком аспекте, там, мировой политики, аналитики и так далее, чье мнение может быть интересно, в том числе и крымчанам. И вот это изначально были две слагаемых нашего бутербурга. С одной стороны, мы пытаемся говорить и писать о Крыме, не то, что мы, мы хотим, чтобы это делали местные журналисты, разумеется. С другой стороны, благодаря, на самом деле, в первую очередь, дружеским связям, конечно же, Владимира Константиновича, но в том числе и моим, мы можем привлечь к какой-то вот повестке, ориентированной на крымчан, столичных интеллектуалов. Действительно, единственная возможность... Вот я теперь, там, сколько мы этим занимаемся, да, там, четыре месяца минимум мы активно производим материалы, и я мечтаю заиметь какую-то, там, текст или прямую речь Шаргунова у нас на сайте, мне это не удавалось. Теперь мы выложим стенограммы его выступлений, и Шаргунов... Это, конечно, не очень рентабельно, вот, привозить авторов в Крым, чтобы они что-то рассказали ради одной публикации, да? Какие с рентабельности работают? Поэтому, вот так мы, собственно говоря, жили и живем по формату. Сейчас я это мотаю. Значит, что удивляет, и не всем, кстати, нравится. Мы решили отступиться от привычного формата информационного издания и строгого СМИ, и решили сделать ставку на визуальную компоненту, то есть, грубо говоря, на картинке. Причем здесь я могу с такой потаенной гордостью сказать, что, как мне кажется, вот формат сайта «Зеркало Крыма» — это вот такой уже следующий виток эволюции СМИ как таковых. Потому что, вот, там, Мамутов Владимир Константинович в свое время при мне учил молодых журналистов и говорил, что, дорогие, если у вас на картинке спортсменка прыгает в бассейн, не надо ставить подпись под картинкой «Чемпион по Гремле прыгает в бассейн», потому что ваши, а, значит, читатели не идиоты, они и так видят, что… Если чемпион по Гремле неожиданно прыгает в бассейн. Да, это тогда надо писать. По плаванию. Но я такой спортсмен, что у меня все примерно одно и то же. Вот, футбол с волейболом не путаю, то хорошо. Да, значит, ваши читатели не идиоты. Они могут понять, что вот эта вот женщина прыгает в бассейн, а лучше там использовать для создания какой-то эмоции, интриги и так далее. Вот, следующий виток развития СМИ таковой, что если речь в статье идет о какой-нибудь космической программе Украины, то там ни в коем случае не должен быть ни украинский космонавт, ни какой-нибудь космодром, а вот должен быть какой-нибудь улыбающийся мишка в скафандре или что-то еще. То есть когда иллюстрация, она служит для создания способового контекста, когда дополнительного смысла, дополнительного настроения приносит элемент иронии. Ну, в меру, конечно. Поэтому не все, я должен заметить, с этим соглашаются. Особенно Вербицкая любит мне в ночи звонить и говорить о том, что… А я уже только не беру, потому что я хипрый. Вот. Говорит, что это такое? Почему у нас на статье? Ну, я не буду. Да. То есть, естественно, мы вдохновляемся творчеством коллег, и тех, кто нам близки идеологически, и тех, кто нам не близки идеологически. Ну, то есть, можно сказать, что действительно сайт «Зеркало Крыма» он сделан таким каноном и стандартом современной исторической журналистики, при том, что он открыт для… Вот этим мне очень нравится «Котик», да? Если вот по поводу проблемы воды в Крыму, когда началась, то есть, вместо засухи и так далее, мы нашли картинку этого славного котика. Да? Ну, если есть, как бы, Прилепин. У нас Прилепина ничему расскажет. Вот. Но почему-то, когда Холмогоров там коров, нет, овца. Да. Ну… Бывает такое. В лицской природе. Ну, сейчас у нас уже более 50 авторов, причем вот вы можете посмотреть, что из Москвы меньшинство, то есть, в основном, это Симферополь, и дальше пошло, там, Киев, Донецк, Вулкан, Сахар, Одесса, Ялта, Севастополь. И как раз я могу сказать, что мы-то очень заинтересованы в расширении именно, там, с одной стороны, пула местных авторов, и в расширении не за счет, там, профессиональных журналистов, а за счет талантливых, заинтересованных пишущих людей. Вот. И в этом плане, действительно, мы делаем большую ставку на интерактив, у нас можно оставлять комментарии, у нас можно предложить себя в качестве автора, можно предложить… Ой, можно я историю прекрасно расскажу? Про Колямбу. Слушайте, история про Колямбу. Когда мы начинали делать сайт, нам очень хотелось, чтобы была историческая составляющая компонента. Ну, вот, чтобы про историю Крыма вот что-то вот, как бы, рассказывалось у нас, для москвичей. А все историки ушли на фронт. Ну, то есть, все люди, которые знали, там, что это были компетентное по истории Крыма, их быстро разобрали, какие-то уже маститые столичные издания и так далее, и тому подобное. И вот сюда ломал голову, кто бы нам мог про это делать написать. И, друзья, порекомендовали мне Колямбу. Колямба – это ник человека в интернете. Я точно не знаю, кто это. Он свое имя не говорит. Может быть, даже вот здесь вот. Но он живет в Ялте. И, как он рассказывает о себе, он, ну, человек при погонах. Ну, там, по интонациям, по стилистике… Мне кажется, это, ну, какой-нибудь, там, подполковник, причем там, милиции или чего-нибудь, как бы, такого. Но, который живет спокойно, размеренной жизнью. И у него достаточно много времени, чтобы ходить в местную библиотеку. Значит, и есть, как казалось выяснить у Колямбы, одна, но пламенная страсть. Он ходит в местную библиотеку, достает там подшивки советских газет. Вот, как бы, там старых-старых-старых. И выискивает в них материалы, которые имеют отношение ко дню сегодняшнему. Ну, там, параллели. Передача Крыма, значит, внутри Советского Союза от России к Украине. Там, на военную тематику, там, борьба с, как бы, с мандеровцами и прочее, прочее, прочее. И делает сканы, приносит домой и складывает в папочку. И он мне про это не говорил, но вот я просто сердцем чую, что вот жена Колямбы смотрела на это так снисходительно и угрюмо, что вот опять потащился в свою библиотеку, лучше бы полочку в ванной прибил очередную какую-нибудь или картину перевесил. Вот, но Колямба верил, что это неспроста. И действительно, в какой-то момент ему позвонили из Москвы и сказали, уважаемый, дорогой, не можешь ли ты с нами поделиться своим таким вот богатством? А мы тебе даже заплатим. Вот, Колямба согласился, мы нашли студента, который все это расшифровывает, как бы. И вот у нас появился уникальнейший контент, материалы, да, там бревые, прямые свидетельства из советских газет, которые уже наши эксперты могут комментировать, как-то обрабатывать. И опять-таки, я, конечно, этого не видел, но и вот сердцем чувствую, что в какой-то момент, когда Колямба получил от меня свой первый перевод, он пришел домой, так, положил, да, положил так, жене на кухне, сказал, на, зараза, иди, купи себе, вот, шилье, да, сапоги, вот. То есть, вот это тоже очень интересно, да, когда какие-то... Это Илья вас призывает, так вот, в общем, где-то санручить с нами. Да, нет, я не говорю, я где-то... Это как маленькие, локальные, нет, ну, понимаете, а не может это делать не в гонораре, а он же, в виде, в смысле, напиши, да, опубликовали, там, да, там, потом приходит какой-нибудь Шаргунов, там, и вот, то есть, то есть, Галяба, какой-нибудь, целый Шаргунов, да, приходит, и вдруг, там, цитирует его эти материалы. Ну, это же событие для человека, понимаете, целое. Так что, как раз мне кажется, что сила интернета именно в том, что он позволяет сегодня объединять людей, исходя из их, как бы, интересов, исходя из их внутренней активности, вне зависимости от того, там, насколько высоко, далеко они друг от друга отстают. Здесь, вот, у нас есть галерея наших, собственно, авторов. Я думаю, что кого-то из них можно представить отдельно. Вот, по раскладке наших посещений видно, что примерно Россия и Украина одинаковы. Вот. Но есть Беларусь, есть Америка, Казахстан, Германия, Нидерланды, Молдовы. Причем, вот, за эти четыре месяца надо сказать, что мы добились того, что к нам очень много заходов по прямым запросам. То есть, вот, для профильной аудитории мы стали, как бы, известны, и люди ищут напрямую, как с одной стороны зеркало Крыма, с другой стороны, к нам попадают по запросам, имеющим просто отношение к Крыму, к украинской проблеме и так далее. Ну, вот, это вот тоже пример оформления статей. Вот. Здесь, видимо, не очень хороший интернет, поэтому была бы возможность показать, давай, как добраться в Крым. Да, видите, вот, как бы, паровозик в Ромашке. Очень долго я думал, ставить или нет эту картинку с паровозиком, потому что те, у кого дома есть дети, и те, кто пересматривал недавно этот мультик, помнят, что паровозик шел в Ромашкино с огромным опозданием, потому что постоянно отвлекался на бабочек, цветы. Он пошел по рельсам и пешком. А? Пешком шел. Нет, он шел по рельсам, он с них сходил, вот, цветочек пропадал. Да, но все-таки добро, добро, добро. У нас есть англоязычная версия. Вот. Это тоже, кстати, то, чем мы можем гордиться. Не стопроцентно, но, как бы, основные ведущие материалы мы переводим на английский язык. Это тоже дополнительная мотивация для нас писать, если вы хотите, чтобы вас услышали, вот, еще англоязычные читатели. Если будут какие-то вопросы, там, о платформе, на которой сделан сайт, там, вот какие-то, там, не знаю, хостинги и прочее, я, наверное, на их отвечу, но сейчас нет смысла затягивать вот вашу встречу с Сергеем Шагуновым, тем более, что именно он здесь у нас главная встречная звезда. Спасибо большое. С удовольствием передаем слово микрофону нашему гостю Сергею. Пожалуйста. Спасибо. Ну, после таких ярких речей прямо и теряюсь, потому что очень многое было сказано. Но для начала еще раз всех вас приветствую. Так получилось, что я последний раз был здесь в начале марта. Здесь это буквально вот даже вот в этой самой гостинице Москва. И мы сидели и ужинали с Александром Бородаем, который уже далече. Потом в нескольких порталах отсюда я сидел и завтракал с известным теперь уже всем Игорем Стрелковым. И вот те события, которые я наблюдал здесь, в Крыму, тогда, еще перед референдумом, они, конечно, остались навсегда со мной. И для меня бесконечно важно и дорого то, что тогда удалось избежать войны. И мне очень хочется верить, несмотря на все те сводки, которые поступают в последнее время, достаточно тревожные сообщения, что Крым прочно защищен. Не мне вам рассказывать о Крыме. И в этом есть некоторое даже чувство неловкости в общении. Потому что очень интересно было бы вас проспрашивать. Я, в отличие от моего, по почте, товарища Фигара, приехал сюда на чуть более долгий срок, на целую неделю. И буду не только, конечно, в Симферополе, но и в других местах. И будет интересно поговорить. Это совсем не первый приезд. Я приезжал точно так же и в детстве, и в 20-21, и так далее. В разные годы. И всякий раз это были какие-то новые, очень серьезные впечатления. Но вот тот визит в феврале-марте, когда я ездил на эти перешейки, видел эти заслоны, когда потом поехал в Севастополь и наблюдал там большую ликующую площадь и при этом исполненную, конечно же, тревоги. Когда было ощущение, что патриотизм – это своего рода религия того же Севастополя. И приезжающим из Москвы, да вообще приезжающим из России, мне кажется, патриотизму нужно учиться у крымчан, русскому, российскому патриотизму. Вот этому выставленному пониманию, что такое Родина. Многим по-прежнему это непонятно и в той же медийной среде, и немало скепсиса, сомнений, разговоров. Ну, это прежде всего в определенной столичной тусовке. И моя речь как раз, как мы это обговаривали, во многом посвящена как раз теме подачи Крыма в средствах массовой информации, а также тому, как в контексте актуальной политики сегодня представлен крымский вопрос. Ну и, конечно, куда же деться от искусства, от культуры? Я хочу сказать, что пока что не написано, конечно, каких-то больших, да и, в общем, и малых произведений о последней крымской драме, но я думаю, что это возникнет. Больше того, ко мне обращались с предложением сделать сценарий, чтобы появился фильм на эту тему. Кто-то говорит, что большое видится на расстоянии. Мне кажется, что рассказать о судьбах людей на фоне исторического события, конечно, было бы интересно. Но, наверное, для начала это будет рассказ или поесть, причем очень важно именно по-человечески говорить об этом. Очень замечательно, что сайт «Зеркало Крыма» возник, начал действовать. Хотелось бы пожелать ему больших успехов и большого количества читателей. Действительно, здесь было упомянуто о том, что я тоже представляю сайт, есть сайт «Свободная пресса», главный редактор, у нас есть свои корреспонденты в Крыму. Надеюсь, я здесь не перебиваю, что называется. Мне было бы очень приятно и отрадно, если бы тоже выходили на связь и присылали информацию, корреспонденцию, потому что всего этого катастрофически не хватает. Когда сейчас я некоторые наброски делал для повести о крымских событиях, я звонил нашему журналисту, есть такой Сергей Ильченко здесь, и он мне рассказывал, потому что очень многие вещи, вот эти детали, вот эти события, эти тонкие узлы времени, их знает только тот, кто это прожил. и то это вам известно, как все было, как все обстояло. Но согласитесь, не знаю, будете ли вы сами спорить или нет, во всем этом было некоторое ощущение сновидения. Еще вот за несколько месяцев никто не мог подумать, да, что все так обернется. И реальности, да. И вот это сновиденческое впечатление, вы знаете, при этом лично для меня было подкреплено давним выстраданным чувством причастности к Крыму. Мои товарищи приезжали сюда и поднимали флаг в Севастополе с плакатом «Севастополь – русский город». Мои друзья старались работать в русской общине. Когда я сам приезжал сюда, я разговаривал с людьми, спрашивал их, потому что меня не оставляло эта тема для надежности Крыма. Я, как сейчас помню, ночь, сумерки такие летние, и вот два силуэта выходят из тьмы – это мать и дочь, и шевелятся губы. И мне говорит эта девочка, что она мне говорит, мы ждем, когда Россия вернется. И я чувствую какую-то пролзительную такую остроту почему-то этого момента, понимая, что ну у нас какого рожна Россия вернется, тем не менее говорю им совершенно уверенным голосом – конечно вернется, вы не беспокойтесь, Россия обязательно вернется. И это воспоминание 2001 года со мной. И я был совсем подростком, но я уже тогда внимательнейшим образом следил за вот этой попыткой крымчан доказать себя, проявить себя, отстоять себя. 92-й год, стремление провести референдум. Здесь я как раз перехожу к политическому аспекту нашего разговора. Президент Мешков, чтобы о нем не говорили, попытка провести референдум по Конституции, Верховный Совет, который пытается себя отставить, и вот это очевидное подавление. К сожалению, во многом при попустительстве тогдашней Москвы. К сожалению, тогда не так много было людей, которые из России были готовы по-настоящему поддержать. А те, кто приезжал, ну конечно их отшивали. Говоритель мне рассказывал, что там лежали где-то на границе, там чуть ли не депортировали прославленного кинорежиссера. И тогда был поставлен, по сути, жесткий кордон. Было поставлено как будто бы непреодолимое препятствие для всех, кто пытается способствовать этому союзу, этому единению Крыма и России. И во многом это неизученная и забытая история. Я помню, как Верховный Совет России летом 1993-го голосовал об особом статусе полуострова и непосредственно города-героя Севастополя. И приезжали делегации, и стояли на этом балконе, и размахивали андреевским стягом. И казалось, что-то сдвигается. Но немедленно настороженные Соединенные Штаты вызывали на ковер министр иностранных дел Андрея Козырева. И он отчитывался, что это поставление не имеет никакой практической силы. Не беспокойтесь. И было ощущение, что время уходит. Вырастает новое поколение. Россия в культурном и интеллектуальном плане отсутствует. Возникает вот именно этот поколенческий пробел. Казалось, что столько всего упущено. Но вот свершился Майдан. Событие, безусловно, трагическое, насильственное. И, как всякое насилие, уже породившее насилие в десятикратном размере. Событие, которое еще неизвестно как аукнется не только в нашей с вами, но и в мировой истории. Но вот эта волна отозвалась здесь. У меня есть друзья и товарищи в Севастополе. Не знаю, насколько достоверно то, что они мне рассказывали. Например, у меня на сайте пишут севастопольский писатель Платон Беседин. Так получилось. И потом, когда я приехал в Севастополь, когда все было еще очень напряжено, мы как раз смотрели заседание Совета Федерации и так далее. Саша Бородай еще никакой не премьер ДНР, а просто активист. Мы ходили по этим улицам, видели множество людей, кричащих в России, видели флаги. Я видел на узкой дороге пляшущих от радости беркутовцев, которые еще недавно были живьем, которые поняли, что они теперь под защитой России. Просто общался с обычными людьми. И там я разговаривался с пареньком, с молодым человеком, который как бы стоял несколько в стороне. Он не был вожаком, он не был лидером, он не рвал тельняшку на трибуне. Он мне рассказал, что стоял бы истоком всего этого. И хотя теперь он же был как бы где-то с края, он был все равно счастлив и рад. Может быть, это даже какой-то кинематографический сюжет. Он сказал, что через те самые социальные сети, через тот самый интернет, он в ВКонтакте, в Фейсбуке стал собирать группу единомышленников, молодых людей, которые считают, что Севастополь – это Россия. И потом на него вышли из партии регионов и предложили, «А, у тебя есть актив, давай приведи их на митинг». Фейсбуке рассказывает, что я пришел с ними, но не под вкладами партии регионов, а под вкладами России. Был скандал, у чиновников исказились физиономии, скисли. Ему сказали, «Да как ты смеешь?». Вы же помните, сколько было политических персонажей, которые дрожали и трепетали во время этого перелома. Но он остался с этим кулаком людей. Больше того, возник такой настоящий снежный ком. Ему еще присоединились люди. Рассказывал, что его отряд, его актив был одной из ударных сил на площади Севастополя. И вот в чем меня убедила эта история? Да, собственно, в том, что очень многое зависит непосредственно от отдельно взятого человека. Сейчас в России многие думают, что соединение Крыма с Россией было заранее срежиссировано. Многие думают, что заранее были отпечатаны паспорта. Это говорят люди. Это даже трогательно и приятно. «Насколько мудрая стратегия! Как все было расписано!» «Да не, ребят, я знаю, еще за полгода, за год мне уже все там говорят!» «Но ведь это не так!» «Чем случайнее, тем вернее», — сказал поэт. «И какое счастье, что удалось избежать, в сущности удалось избежать насилия и потрясения. Но все это было сделано стремительно, но фактор человеческой личности был здесь принципиально. Без отдельных людей, которые вместе составляют народ, без мужества, без выдержки, ничего бы не получилось. Я наблюдал своими глазами, как готовился ЛТВ, как обсуждали, а все-таки вот провести его сейчас, когда запланировали, или чуть пораньше. Когда начинаются разговоры, кстати, говорят о том, а почему так быстро? Да он готовился, на мой взгляд, все эти 20 лет. А может быть, и с того самого момента, который зафиксирован в газетных архивах, когда так волонтаристски Крым был отдан Украинской СССР. Фактор личности и фактор людей. Мне кажется, сейчас по-прежнему это самое главное. Когда мы слышим какие-то безумные шапкозакидательские заявления так называемого министра обороны Украины о проведении парада в Севастополе, хочется спросить, а люди где? А жители где? А их мнение? А где вся та самая хваленая демократия, ради которой якобы и совершался переворот? Я думаю, что, конечно, сейчас все непросто и тяжело. И вот в московской столичной либеральной среде от политики здесь сделаю шажок к теме медиа, средствам массовой информации. Конечно же, бесконечно дебатируется вопрос, а как живет Крым? А ведь не только украинское телевидение. Это вот у нас. Вот я сегодня утром два часа подряд был на эхо Москвы. Одной из тем был, конечно же, Крым. И причем одновременно говорится, что черная дыра, вы не знаете, там вообще страшно, никто не приехал, отдыхающих нет. Это же страшные затраты, вы не знаете, весь бюджет сейчас уйдет, пенсии. Но на самом деле вся эта риторика, это даже, не знаю, можно назвать пропагандой, она не действует. Потому что здесь срабатывают какие-то другие законы. Здесь работает сердце. Ведь, конечно, все, что происходит сейчас на юго-востоке, в Донбассе, это запутанный кровавый глубок. Это страшные противоречия. Но при этом каждый человек, вне зависимости от того, сколько аргументов звучит, вне зависимости от того, какие ухищрения в информационной войне используются, все равно каждый человек выбирает своим сердцем. Он чувствует, где свое, где свои, где правда, та правда, которая столь важна для него самого. И поэтому я уверяю вас, вот не знаю, как крымчане, но для абсолютного большинства россиян, крымчане теперь тоже россияне, тех россиян, которые не были с Крымом, это, конечно, праздник и счастье. И я слышал многожды, неоднократно, что мы готовы пойти на самые разные испытания. Но ценность этого единства с Крымом для нас принципиальна. История велика, что эти испытания в сущности не страшат, а на самом деле даже забавляют. И на самом деле, так сказать, завершая свое, как-то было предложено называть лекции, я думаю, что было бы очень важно, не просто чтобы вы там написали какие-то тексты, а было бы очень важно и интересно пообщаться. Правда? И я был бы рад услышать какие-то ваши вопросы или, может быть, реплить осуждения. Спасибо. Спасибо, Сергей. У нас в зале нет микрофона, поэтому просто, ну, это все только не знают. Да, слышимость хорошая. Есть вопрос, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир. Ну, в общем, Илья говорил, что не против привлечь местное блок-сообщество. Я правильно вас понял, да? Хорошо. Больше того, мы уже привлекаем. Да, да, ну, прекрасно. История с Колямбой, ну, намек тоже понят, в принципе. Но существует ли на сегодняшний день какая-то более вразумительная схема, допустим, поощрения потенциальных авторов? Нет. Все. Еще более, еще более образумительная, чем сейчас. Да, да. Сейчас у нас такая схема, печатаем, вы печатаете у нас материал, мы оплатим гонорар. Что вы должны еще сделать? Ну, просто Колямбой запутали все. Как Колямбой? Колямбой уже получали. Как запутали, я как раз подумал, что... Не безвозмездно, я думаю. Вы же подходили к сцене на кухне, собственно, там, где его встречает счастливая жена в новых сапогах, поэтому... Или там с новым набором кастрюль. Вот. Нет, ну, собственно, речь принципа должна была вдохновить блогерам. Она, собственно, к ним была и отращена. Да, нет, безусловно. Нет, конечно, нет. У нас есть гонорарный фонд. Но, могу сказать, поскольку все-таки формат работы сайта сейчас, это действительно такой... Ну, инициатива неравнодушных людей. Вот. Поэтому мы будем с каждым человеком договариваться индивидуально. Все зависит от того, как часто он для нас пишет, насколько это уникальный контент, ну, как бы, и так далее, и тому подобное, но... Ну, тут ничего не видно, мне кажется. Так все и работают. То есть, на вопрос там, ну, как, где деньги Зилы, а деньги здесь. Дальше. Можно вопрос, да? Да. У нас еще был вопрос. Подождите с методом. Вася Нестеренко вам разрешение давал его картину использовать? Кто? Вот, Вася Нестеренко, его картина там, на фоне. Началось. Нет, с Васей Нестеренко, с Василием мы хорошо знакомы, поэтому эти вопросы не будем. Мы договариваемся, там, где есть возможность, мы со всеми авторами договариваемся. Нет, вот все, фон, то, что идет, это... Ну, вот это заставная, только в Севастополь. Вы однокашнице. А, понятно. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Нет, 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 мы будем договариваться со всеми, и... А то, может, если у нас нормально. Не, вы нормальные ребята, мы с нами можем договариваться. Нет, мы всегда, мы и указываем источники, и связываемся с авторами. Вот, там, спрашивайте меня, то есть, ответ на про этот баннер я вам не скажу, но... Вопрос вот какой. Наталья Гаврилева, интернет-газета «Крымское эхо». Мы тоже, кстати, рассказываем о Крыме. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. А мы заходим. Уже почти 7 лет, мы с Владимиром даже интервью, по-моему, даже не один раз сделали. Да, да, да. Я не об этом. Вот о чем. Хотя и об этом тоже, да. Ну, тут все журналисты возьмут. Значит, смотрите, у меня вопрос от Владимира к Сергею. Смотрите, действительно, ситуация с Крымом, «Крымская весна», она... Я знаю, у меня по России есть очень хорошие друзья. Я просто вижу, есть даже аполитичные люди, даже их это всколыхнуло и так далее. Вопрос вот в чем. Вы знаете, я... У меня получилось так, что я крымчанка, уехала учиться в Россию. Спустя 13 лет я назад вернулась в Крым. Это было как раз перед развалом Союза. Я давно живу. Для меня знакомо это чувство. Когда я приехала домой, шкаф оказался не на том месте. Значит, на кухне было совсем такое безобразие, которое я себе никогда уже не позволяла. Ну, и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот мы сейчас вернулись в Россию, и мы сейчас практически каждый день, каждый час изучаем, А что ж это за наш родной дом, куда мы вернулись? И мы находим, что в одном углу неубранная паутина, пардон, унитаз не совсем чистый. Тут депутаты какие-то у нас странные какие-то, они какие-то, ну, или нам рассказывают все время не то, или, так сказать, это действительно так. Какие-то не смешные законы принимают, да? То есть мы понимаем, что многое прошло мимо нас, мы отстали где-то, где-то мы впереди бежим. Я не зря начинала говорить о том, что волна крымская подняла очень какие-то глубинные чувства у самих россиян. Вот, понимаете, мне кажется, что, простите, что я так долго говорю, но нельзя без этого. Понимаете, мне кажется, вот об этих вещах надо говорить, надо о них писать, причем писать и говорить понятными словами. Так, чтобы это было понятно всем и даже людям не только с высшим, но и со средним образованием. Нужны какие-то моменты, которые бы нас, понимаете, как-то сшивали. Чтобы это, во-первых, ни в коем случае, обязательно понизится градус этой эйфории. Но чтобы это не вылилось в какую-то чудовищную, как вот это кто-то из министров сказал, что пенсионные деньги ушли на Крым. Хотя тут же, в общем-то, сказали, что извините, это не так, но кому надо, это в голову уже засело. Поэтому как-то вот, я даже не знаю, зачем я это говорю. Ну почему? Честно говоря, мне кажется, что это те вещи, о которых нам надо с вами, может быть, договориться и действовать и свободной прессой вместе, и зеркало Крыма, и крымское эго, и куча еще тех людей, которые в этой теме понимают. А эта тема страшно серьезная. Спасибо, родная Ивановна. Ну давайте, я скажу, артюзистик. Коротенько скажу, вы мне и Сергею адресовали вопрос. Наверное, я не знаю, я откричусь. Значит, мне кажется, слышно все, да? Слышно? Да, я думаю, хорошо. Очень коротко скажу, то, что вы говорите, это важно, это мне очень понятно и очень близко, и многие переживают по этому поводу очень. И, например, Константин Задуллин, он даже прямо идет в Думу Севастополя для того, чтобы у него там написано прямо в этой бумажке, которую он, так сказать, предпослал этой истории. Я, говорит, иду для того, в значительной степени, чтобы не допустить опошление той гигантской, хорошего гигантского дела, которое, так сказать, у нас с вами тут вырисовалось. И так многие, наверное, думают, что мы не допустим и так далее, и не стоит. Вы говорите о градусе, вы говорите о каких-то вещах, которые, несомненно, будут понижены. Вы знаете, ну, конечно, будут, они понижены, но вы знаете, в чем мы вас всегда поддержим? Дело в том, что вы сейчас со своей позицией, вы сколько крымчанка, столько россиянка. Россиян с вашей позиции в России, в Тамбове, в Омске, на Камчатке, где хотите, полным-полно. Это ваши абсолютнейшие коллеги, это ваши абсолютнейшие со-разники, скажем так, по улучшению России в целом. Вот этот момент, когда вы обнаружите, что Россия страшно разная, вы и так это знали, вы сами оттуда, вы там учились, вы там родились и так далее. Да, они россиян, дизайнский союз, я обнаружу, что она разная, и вы найдете не только общую какую-то, так сказать, вот, я не знаю, там, мать в родину, да, нашу, но и войдете, весь Крым и каждый человек крымчанин войдет в свою социальную страну. Немножко поживет в России, немножко посмотрит, вот тут вроде унитаз грязный, а тут, смотришь, уже чистый, есть там и чистый, и опарышный. Понимаете, в чем дело? И в Крыму разные. Я вот тоже к Крыму приезжаю, смотрю, ну, в общем, я бы и почистил, кое-что. А кое-что смотрю, прям, сердце радуется. Я Крым люблю очень, и поэтому, мне кажется, что вот эта вот история, это ложное противопоставление, когда все крымчане внезапно, в некую общую Россию, как-то так с изумлением встраиваются. Каждый встраивается индивидуально, каждый встраивается по своей схеме, мы к вам, вы к нам. Дети потом пойдут, значит, в какие-то школы, потом поедут учиться. Дети в хорошем смысле пойдут. Знаете, я вам скажу, маленькая, вот, по-моему, вот так вот будет встраиваться, чисто по-человечески. Я сидел в Харосе, смотрел футбол в ресторанчике, значит, на мне была майка, а майка такая хорошая, «Скоро.Дети». Значит, называется, это наша доменная зона, о которой я вам говорил, а мне на майке написано «Скоро.Дети». Ко мне подходит официантка и такая симпатичная молодая девушка и говорит, что это у вас на майке такое написано, интересно. Я говорю, тут виртуальная такая история. А печаль у нас очень, понимаете, да, чисто по-человечески я понял, что там проблемы. Но я уже не тот, чтобы помочь решить этот проект. Это виртуальная такая история. Вот с таких историй, когда мы друг друга будем лучше узнавать, будем доброжелательны друг другу, умны, толковы, и будем впадать в истерику друг перед другом. Что это вы нам, а что это… А мы тоже думали у вас тут. Мы все одна семья, новая, большая, будем притираться, а что делать? В чем-то мы очень сильны, в чем-то очень едины, в чем-то разные. Кто под Украиной поживет 20 лет, у того с головой, ну все. Будем друг друга слушать, больше выпивать крымского вина хорошего, и у нас все получится. Полностью согласен. На самом деле согласен. У нас еще один вопрос, и может быть продолжение. Санкт-Петербургское землячество Крыма. Но я открою небольшой секрет, у крымчан вы все-таки можете услышать часто. Ну что такое Москва? Москва – это одна из провинций Херсонесов. Ну, Крыму, вот скажем то, что не так все печально, и у Крыма сейчас даже учатся, эти 23 года тоже, в общем-то, прошли. Вот у меня, у жены на работе, сейчас ездят и приезжают, это Тамбов, Пенза и так далее. Они говорят, у вас более правильный русский язык сохранится. У нас, говорит, вот уже пошло такое, у нас, говорит, вот мы вот видим, как вы пишете, как вы разговариваете, сохранился правильный русский язык. Ну, а теперь по поводу провинции Херсонеса. Мы как-то выполняли один проект и изучали транспортный потенциал подлета самолетов. Так вот, выяснилось так, что Симферополь стоит в центре Крыма, и плюс-минус 40 километров от Симферополя до Киева и Истамбула 720 километров. От Симферополя следующий год, Москва и Афины, 1200 километров. И следующий круг пошел Каир, Рим, Берлин и Санкт-Петербург. Ну, немножко туда. Ну, если посмотреть, вот старые, так сказать, города, ну, это, что я говорю, Москва и Афины, все эти цивилизации побывали здесь, так или и не остались? Вот, как вы считаете, можно ли Крым назвать центральной геополитической провинцией? Ну, учитывая, что Севастополь поишел и Красный Крест, новые технологии и так далее. Ялта вообще переиграла передний мир. Вот то, что сейчас произошел референдум, это же было, ну, порядка 1800 наблюдателей. Все эти наблюдатели сейчас, курды заговорили, мы будем проводить референдум, заговорил это Джулет Акеза, сказал ничего страшного, если Сардиния делится референдумом и так далее. Так Шотландия довисает. Да, Шотландия, Ирландия и так далее, и так далее. Вот, скажем так, если Ялта новый мир, то это самое. Как вы считаете, можно ли Крым назвать центральной геополитической провинцией? Ну, я соглашусь с вами, что, конечно, положение Крыма центральное, но на самом деле не только из-за территориального расположения, а еще из-за места в истории, из-за того, какие события здесь всегда происходили, и из-за того, на фоне чего происходило эферендум. Ведь это же стало вызовом миропорядку, вернее, разрушению глуполярного мира. Стало вызовом той самой однополярной диктатуры, с которой мы столкнулись. Когда от нее можно, а другим нет. Потому что, если мы слышим разговоры о том, что, ну, отчего крымчане, лучше бы они там в мирных условиях, бы там еще подождали, это же абсолютное лицемерие. Никогда, никому, ни в Европе, ни в США, к большому сожалению, не было никакого дела до прав крымчан, до их попыток заявить о себе. Их не существовало. Это не те самые албанцы в Косово. Нет, это другая история. Что касается территориального расположения, ну, разумеется, да, и это ведь не фигура речи, как говорится, на базе НАТО, которая могла бы быть Севастополь. Буквально или не буквально, другой вопрос, но близость к Турции, о которой вы сказали. И то, что Крым умывает черную маль. Крым всегда, на самом деле, был яблоком раздора. Издревле. И это принципиально военно-стратегическое место. Это место постоянного конфликта. Но, с другой стороны, вот по моим впечатлениям, может, вы здесь опровергнете внутренне, по настроениям, люди мягкие и добрые. Сейчас раздувают тему, что вот, возможно, какое-то там страшное антирусское, антироссийское подполье. Я в это не верю. Мне кажется, что люди всех национальностей в массе своей хотят жить спокойно и мирно. Мне кажется, что вот какого-то экстрима, стремления к воинственности здесь как раз никогда не было. Ну, за последние годы уж точно. Это самое главное. И, на самом деле, правильно было сказано, что Россия переживает ровно те же психологические, бытовые трудности. Ведь, несмотря на то, что мы были разделены, мы же все равно были вместе. Вот что важно. Не было же какой-то страшной великой каменной китайской стены между нами. Точно так же ездили россияне каждый год. И ездили, конечно, люди из Украины, но и сейчас мы так и ездим. И слишком много общего. В принципе, это единое пространство. Когда говорят о словосочетании русский мир, который превращается в несколько заезженное, это не пустой звук, это реальность. И какие-то политические несовершенства, они же тоже имеют свою логику. Как бы я бесконечно критичен по отношению к многим сторонам нашей реальности. Но, с другой стороны, эти же самые депутаты все как один искренне голосовали за Крым. Понимаете, искренне, от всей души. И готовы подставиться как угодно под любой удар, под любые санкции. Тоже не нужно демонизировать этих людей. Да, есть моменты там с консервативными представлениями. И, опять-таки, не все законы, которые принимаются так уж безумны, как их пытаются налевать. Например, некоторые моменты в той же Европе, консервативное население с большой симпатией смотрит на Россию, когда принимаются некоторые вещи по поводу запрета, известно чего, среди несовершеннолетних. Говорят, молодцы, вот, круто. Многие мои знакомые французы. То есть, как раз это может быть даже выглядеть как законный экспорт. Какой-то там ироничной либеральной столичной тусовки. Люди кривятся, ха-ха, что за проблема. Например, там, визапная Европа – это реальная проблема. И реальный диктат. Диктат так называемой свободы по уровню. А все остальное тоже нужно рассматривать в предмет. И, кроме всего прочего, мы же видим, что, к сожалению, очень часто, как раз те, кто громче всех кричат о свободе, о либерализме, о правах человека, по факту перечеркивают их на отмашь. И тот же господин Янукович. Все плюются в его сторону. Естественно, весьма далекая от идеала политическая персона. Но, вы вспомните, как он, проявляя, безусловно, слабоволие, бесконечно амнистировал экстремистов, отморозков, которые закидывали коктейлями молотого милиционера. Я понимаю, там кто-то потолкался с кем-то, как бывает в европейских городах. Я сам заступаюсь в Москве, если это просто толпучка. Но они же просто с коктейлями молотого, они сжигали. Он шел на уступки до бесконечности. А сейчас мы читаем в новостях, что девочка пишет в своем ВКонтакте, да здравствует Новороссия, к ней на утро являются люди из СБУ. Мы видим, что сотни уже арестованных. И это не миф, это не фантазия. Стоит человеку развинуть рот, это как раз, вот вы критикуете Российскую Федерацию, а я критикую Украину. С СБУ и мы не один раз ходили докладывали, что мы имеем право писать то, что хотим. Ну вот видите, например, в нынешней ситуации все же тоже в развитии своем, да, все в своей динамике. А теперь оказывается, что вчерашние чиновники или депутаты, там, партии регионов, КПУ, которые сидели на своем месте, там просто, они от страха, во-первых, там половину разбежались, стали голосовать, чердыхаясь на чистом русском языке. Матеряясь в курилках, они голосовали против русского языка. И они же вообще полностью, ликвидируют, их нет как политической силы. То есть в результате борьбы за демократию разрушили баланс сил. Люди, за которых голосовали миллионы, как представляли какие-то территории, да, при всем своем несовершенствии. Они не могут разделать пасть, потому что только ты начинаешь говорить, ребят, ну не убивайте женщин и детей, сепаратюга. Все. Поэтому это я не к тому, что я собираюсь, значит, сказать, а вот там у них. Мы все и так, каждый сам делает свои выводы. Я к тому, что, к сожалению, кроме того, что есть там не идеальная Государственная Дума, надо видеть, что происходит рядом. Рядом происходит война. Мне бы очень хотелось, чтобы эта война не расширялась, не распространялась. Мне очень хотелось, чтобы она закончилась. Потому что, кроме того, что я был в Крыму, я был в Донецке, Галканске совсем недавно. И я был на всех этих территориях, поселках, городках, все это видел. Была журналистка, мужуанская поездка. Но бесконечно тяжело и, в общем-то, даже непередаваемо то, что увидел там, услышал, те впечатления, которые там получил. Это очень тяжело. И слава Богу, что этого не происходит здесь. Я хочу сказать о другом, о том, что очень волнует меня и не только. Когда Крым стал российским, мы увидели какой-то великий акт справедливости. И вот это чувство справедливости, оно проснулось у нас. Это очень такое важное чувство, которое очень долго не было. А теперь, к сожалению, вот это чувство начало уходить. Почему? Потому что наши деятели проявляют мечи чудесами. Люди, которые приспосабливались ко всем, я не могу назвать, ну, Тимошенко, Ющенко, Янукович, Кучма и так далее. Там, ну, нет такого президента и такой власти, который вообще не приспособился. Он немедленно приспособился, теперь, со самым русским. Самым... Причем человеку, ну, вау, статей совести, естественно, там никакой нет. Это возмущает страшно. Очень глубокий был, может, он подпольщик еще был. Очень глубокий, вы знаете, вы были в общественную палату, показали то же самое. Как вы себя сами выбрали, и сами себя показали, и сами розыскнули, и всем остальным. Это было тоже активное следующее. Вот как не потерять вот это чувство справедливости, что делать, простите, вы не знаете. Вы знаете, я сам, но я как раз не хотел с этими чувствами. Перед вами здесь сидеть и говорить. Потому что я сам очень критично воспринимаю многие стороны нашей эстетики. Здесь есть такая вещь, как заперкартизированность. Она есть, но это все изживается личным усилием. Поверьте мне. Просто, мне кажется, существуют такие вещи, которые исторические, они вневременные. Это то, что называется поверх барьеров. Каким бы сложным и далеким от идеалов не было то или иное начальство, мне кажется, что останется навсегда главный факт и главное событие. То, что Крым и Россия теперь вместе. Все остальное – это вещи, приходящие здесь, никакого мгновенного рая. Люди сами по себе не изменятся. Мы должны оглядеться вокруг, по сторонам, увидеть себя в зеркале, соседа. Понять, что, к сожалению, многие-многие политические процессы, они на самом деле порождены тем уровнем сознания, который есть в обществе. Вот я говорю о российском обществе. Российское общество волновом заслуживает тех недостатков, которые мы наблюдаем. У меня вот вопрос такой. У меня был вопрос. Не получим ли мы снова новую пятую колонну? А-а-а. Это очень важный вопрос. И пятую, и шестую, и седьмую. Вы понимаете, дело в том, что я об этом тоже часто говорю. Вот именно два важнейших тезиса. Первый. Кроме того, что русский мир – важна идея, важен тот проект, который мы можем предлагать. И я вот поэтому с такой болью отношусь к тому, что сейчас происходит в Новороссии, то есть Луганский, Донецк. Я думаю, что вот эта жажда справедливости, которая есть по самые разные стороны границ, которая есть у людей с самых разных национальностей на постсоветском пространстве, жажда справедливости, чтобы толстосумные олигархи не лезли в политику, чтобы государство было действительно социальным, как это записано. Не лезли, по крайней мере, не контролировали ее. Это есть повсеместно. Но надо вместе за это бороться, надо это отстаивать. Дальше. Второй момент. Это трусость и малодушие, номенклатура. Это было и есть. Это во многом погубило Советский Союз, когда люди уже не верили ни во что, когда было разочарование, когда тем, кто власти дорожили собственная шкура. Это погубило во многом Януковича. Мы же увидели, что ставка делается на власть, на собственность, но не на идеи. И, к сожалению, во многом это же порог к расистскому году. Я все время говорю, что необходимы идейные люди, люди убежденные, люди, у которых есть реальные представления о том, куда должна двигаться Россия. Но вот эта мимикрия, о которой вы говорите, это готовность в случае чего принять любую форму, любой оттенок, да, есть такая проблема, она существует. Повторяю, личное участие, через что? Да надо воевать за смыслы. Да, действительно, в течение 20 лет не открывались центры, культурные, интеллектуальные, не происходило нормальных человеческих дискуссий. Я бы с удовольствием еще много лет назад бы вот так же приехал, бы и общался, и разговаривал. Но вот сейчас возник сайт. Сайт – это возможность публиковаться. Вот и в этом контексте. Я надеюсь, что мы получим не пятую колонну, а первую колонку.